Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Работаю по выходным. Отсюда вопрос, можно ли посвящать Богу не воскресенье, а какой-либо другой день? Да, так бывает, что расписание деятельности с каким-то роковым постоянством поглощает воскресный день. Оставлять это постоянной ситуацией нежелательно. Есть все-таки заповедь Господней, добрая церковная традиция. Но бывают какие-то вынужденные периоды, когда приходится потерпеть и это. И тогда вполне приличным для посещения храма, исповеди, причащения для живущих по-христиански может быть и любой другой день недели. Скажу, например, вам, что в практике многих монастырей для братьев или сестер-обителей, которые особенно заняты по делам служения многочисленным прихожанам воскресного дня, бывает установлен общий братский день причащения суббота. Пятница – пост, и удобно не искать дополнительных каких-то ограничений накануне причащения святых христовых тайн, хотя суббота и не требует постного ограничения для тех, кто готовится причащаться в воскресенье. Но особенно бывает удобно поготовиться к причастию в день, следующий за пятницей. И таким образом, причастившись в субботу, уже многие насильники обители самозабвенно трудятся, приуготавливая для многочисленных паломников трапезу, обслуживая их в церковной лавке и выполняя многие другие церковные и монастырские обязанности. Ну, при этом это не назовешь расхищением для них воскресного дня, тем более накануне они уже причастились. У меня у самого в мою бытность творческого студенчества днем причастия являлся вторник. Так уж получалось, что именно в этот день в одном из московских центральных храмов заштатным священником служил мой духовник. И я, не обязанный в этот день с раннего утра начинать занятия в институте, его как-то отделил для посещения храма, исповеди, приобщения святых христовых тайн. И, конечно, постепенно жизнь человека все равно как-то так утрясается, и его внешняя деятельность, чтобы быть по возможности без пропуска божественных литургий на воскресных службах, на праздничных. Хотя это требует, конечно, определенных решений по траектории своей профессиональной деятельности. Могу с вами поделиться таким воспоминанием. Мы читали псалтирь в двадцатке. Часто на приходах люди объединяются в такую двадцатку, и каждый в течение дня читает свою одну из двадцати кофизм, и молится о живых и усопших близких каждого из этой двадцатки. И получается такая соборная молитва. Она поддерживает твою обязанность ежедневного чтения псалтири, молитва за ближних, помогает какому-то духовному дружеству в составе двадцатки, участию в заботах друг друга. Это действительно очень подбадривает. Духовник еще общий встречается с этой двадцаткой, прибавляя дополнительные какие-то благодатные силы для молитвы. И вот когда я доходил до семнадцатой кофизмы, она у меня бывала, разумеется, раз в двадцать дней, то я думал, как бы так управиться, чтобы читать ее каждый день. Такая кофизма, такая премудрость, что не стих просто для души откровения и утешения. И думал я об этом, думал, а тем временем жизнь моя сложилась так, что оказался я послушником в одном из московских монастырей. И в первом же расписании чтецов, на который у нас еженедельно вывешивался, на клиросе, оказалось, что я читаю полуношницу. И я обнаружил, что моя мечта таким образом сбылась. Ибо полуношница будничная в течение пяти дней седмицы, с понедельника до пятницы, включает в себя эту самую семнадцатую кофизму целиком. Ну и дополнительные молитвы еще. Я подумал, как Господь таинственно ответил на мое желание быть ежедневным чтецом этой семнадцатой кофизмы в назидании себе самому. Думается, что подобная логика всегда должна действовать в отношении воскресной литургии. Это День Господень, по преимуществу посвящаемый Богу, Христу Воскресшему. Вместе с предшествующей этому Дню Всеночной он создает в душе вот это начало, благодатное начало очередной седмицы. Кто уже в церковь похаживает усердно и не один год знает, что вовсе не с понедельника начинается очередная седмица нашей жизни, так называемая неделя, а именно с недели, с Дня Воскресного. Поется песнопение на новый глаз Актоиха, и этот глаз будет сопровождать нас до субботы, наступившей седмицы. Так что регулярно пропускать воскресную службу не скажешь, что очень уж церковно. В порядке исключений понятно, что бывает при невозможности из-за отдаленности и прочих профессиональных иногда обстоятельств пропустить когда-то, но все-таки какое-то внутреннее усилие по исправлению своей жизни надо прилагать с тем, чтобы главное в нашей жизни свершалось бы мерно, степенно, благополучно, благоустроенно. И Феофан Затворник именно это называет главным делом жизни. Остальное, что можно назвать пределками, то есть необходимые какие-то внешние служения, общения, развлечения по мере необходимости и утомления. Все это некоторые пределки, которые только сопровождают, призваны в нашей жизни основное дело богослужения. Храни вас Господь, и да поможет Бог с этим постоянным служением устроить свою жизнь неразрывной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok